У меня вышла тонкая копия, и такое ощущение, что на ней ряса черная, где-то длинная рукава, и сама ряса по полу тащится, и у нее на талии она перевязана шнуром черным. Кошмар. Защищаем мы физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии. Абсолютно берем Оксану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Оксаны поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Подожди. Давай биоробот проверим. Мне кажется, там тоже есть как шнур какой-то. Хорошо. Возьми ручной скэнер Плеяд, просканируй биоробот. Если там что-то еще осталось не вытянутым, это выходит, это проявляется. Да, есть. Горло и ниже оно как обмотано шнуром. Хорошо. Разряжаем эти шнуры. Он ее чакры перетягивает, горло, сердце, оно как задыхается. Хорошо. Я перерезаю эти шнуры. Берем их в сетку. Готово. И вместе с тонкой копией Оксаны поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, мы на месте. Шнуры отправляем в клетку. Мы приветствуем Оксану и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ну, она как в подчинении, она головой кивает, как будто у нее по привычке уже это. Хорошо. Я спрашиваю, Оксана, откуда у вас эта ряса? Вы знаете ее происхождение? Нет, но она давно со мной. Хорошо. Скэннер, сними с нее эту рясу. Как нельзя. Оксана, вы находитесь в подключке. Она одета у вас на голову и на все тело. Она говорит, я их боюсь, плачет. Оксана, вы обратились к нам за помощью. Вы хотите помощь получить или нам возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа? Хочу. Если вы хотите, тогда соберите свое мужество, выразите свое намерение. Без вашего намерения мы не можем работать. Вы перекрываете нашу работу. Я еще раз спрашиваю, вы желаете отключить, снять это все? Они не вернутся. Они не вернутся, они будут стоять сегодня в клетке здесь, перед вами. Вы защищены. Перейте их, пожалуйста. Мы всех уберем. Вы даете согласие свое? Да. Скэннер, сними с нее эту мантию. Вместе с веревкой отключи ее полностью, выйди из биополя и как выходит, отправляя в клетку тюрьму. Пошел процесс. Ну, вот этот пояс на талии, который как косичка и заплетен, и вокруг нее несколько раз обмотан и перетягивает. И он сейчас раскручивается весь. Снимается эта мантия с нее. И вместе с ней у нее на голове, как колпак одета. Он тоже выходит? Да. Хорошо. Подключен к этой мантии. Сзади, по спине, по шее. Готово. Хорошо. Так вам легче? Как будто чужую кожу сняли. А это и есть чужая кожа. Даю команду. На счет 3 скэннер сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Скэннер сканирует систем тонких тел Оксаны, находит все. Значит, подключки эти гуманоида. Но за ним еще кто-то есть. Прячется? Нет, не прячется. Связан? Он не связан с подключками, но связан с гуманоидом. Выстраивает гуманоида каналы к этому заказчику. С кем он связан, притягивая в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Идет слово, они ее держат в черном теле. Ну, сегодня они будут в черном теле находиться. Вот это ряс и есть черное тело. Это ящер. Отлично. Какой ящер у нас? 348. Отлично. Оба получают по 500 тысяч герц удар. 1, 2, 3. Удары пошли. Да будет так, а так и есть. Паразиты. Но ящер учит. Для него неожиданность была, так как подключика нет. Для него сегодня будет очень много других неожиданностей, о которых он даже не подозревает в своей голове ящера. Как гуманоид пытается защититься. Влад, сожги его защиту, дай ему удар, положи его на пол. Удар. Ему в горло попало. Итак, гуманоид, если ты еще раз сделаешь какое-то необдуманное движение в этой клетке диагностики, будет очень большая дырка в твоем биополе. Тебе это понятно? Да. Он вытаскивает руку вперед, защищает. Я больше не бью тебя. Я одного раза должен хватить. Итак, Верочка, кто у нас присутствует? Никто. Сейчас подожди. А в другую руку он держит шею, чтобы из нее энергия не уходила. Давай дальше посмотрим. Дальше есть инкуб. Джин и бес. Какой джин и какой бес? Бес 9. Джин 2203. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Если ответы будут неправильные, если это будет ложь, или вы не будете отвечать, вы получите незабываемое впечатление. Даю команду тонкой копии Оксаны спроицировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию. В ее биополе каналы выстроились. Выстраиваю также канал к этой мантии поясу и колпаку. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оксане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полонту души Оксаны на настоящий момент. 92. 8% не хватает. Сколько находился бес в этом биополе? 7% 7% что бес? Он тебя боится, он не хочет получить такой удар. Значит, пусть отвечает. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. Хорошо. Сколько джинн находится в этом биополе? Года, 7 месяцев. Сколько инкуб находится в этом биополе? 3 года. Гуманоид сколько находится в этом биополе? Они знакомы, 23 года. 23 года. У кого есть контракт с Оксаной? Ты знаешь, это не контракт, они показывают ей ящеру, что у неё очень подавленная сила воли. Она показывает на вообще ребёнок ощущение, что она, а ей лет восемь, может девять, и она как подчиняется. Вот у неё руки по швам, ладошки чуть-чуть в стороны, и она всё слушает и кивает. Вот на этом ящер к ней подключился и договорился. С такими людьми легко управлять, они будут и дальше подчиняться. Контракт существует с ними или не существует контракт? Я так и не услышал. С такими людьми не нужен контракт. Соловесного хватает. Всё понятно. Идём окончание реверса. Кто из присутствующих ещё присутствует в квартире Оксаны в доме? И ящер присутствует в ребёнке. Ящер, так это твоя вот эта вот идея с синим китом, да? Ну, там присутствует внутри теле и руководит. Вот я и спрашиваю, это твоя идея была, ящер, поставить ребёнок? Там тепло и понятно. Конечно, там можно доверять. Значит, это всё движение синий кит. Это является учением ящера. Какое же это учение? Ну, а как? Это энергии. Кто придумал это всё? Скажи мне так. Наши энергии. Ваши энергии. То есть энергии цивилизации ящеров. Я правильно понимаю? Правильно. Стоят за эти... Беспощадные. Беспощадные самоуничтожения. Правильно? Да. А что вы делаете с этими душами, которые заканчивают жизнь самоубийством? Это же дети. Это зависит от того, насколько они погладисты, насколько они подчинены и на какое количество души можно отщипнуть ещё при жизни. Много разных вариантов. Хорошо. Они нужны. Понятно. Значит, он находится в этом биополе у ребёнка. Гумануэль там тоже присутствует? Нет. Хорошо. Идём дальше. Реверс закончился? Да. Устанавливали сейчас фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Оксана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Всё, что у неё похитили, всё, что у неё изъяли до последней капли, возвращает Оксана себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает всё своё себе обратно. Всё, что на чистоте Оксаны находится, мощным потоком пошло назад. А частички душа возвращается. И она вообще стоит, и волосы вверх тянет себе. Вот как сняли с неё колпак сверху, она руками волосы в разные стороны тянет. Она говорит, где я, где я хочу какую-то почувствовать боль или реакцию. Вы не знаете, где вы находитесь, Оксана? Нет, она имеет в виду про саму себя. То есть это было подчинение. А внутреннее состояние, состояние Оксаны она ищет таким путём. Она всю волю отдала свою ящерам. Сейчас мы возвращаем 8% её души в настоящий момент. Она 23 года находилась под массивнейшим воздействием гуманоида. Но не забрали всю вашу волю. Вы не сопротивлялись особо. Она хочет оживить мозги, как она говорит. Она тянет волосы, чтобы почувствовать эту боль. И то, что находится под корой, начало работать правильно. Боли больше не будет, Оксана. Но вам придётся потрудиться после сеанса, работая над собой. Вы очень много упустили в этой жизни. Ревер закончился. Особенно свою душу. Хорошо. Скеннер, дай мне полную ту душу на настоящий момент. 100. Хорошо, хоть с этим проблем не будет. Итак, ревер закончился. Начинаем с вытаскивания, что осталось. А кто присутствует в доме, Оксана? Я спросил? Нет. Итак, кто присутствует в доме? Бес присутствует, Жин присутствует. Вот, у ящера и гуманоида есть платы. Платы. Хорошо. Бес, выходи, отключайся полностью. Снимай всё, что ты оставил в её биополе. Скажи мне, Бес, где находятся лярвы? То, что они есть, я точно знаю. В этом биополе. Где они? Он показывает на верёвке, которым её биоробот был перевязан. Вот там везде и находятся, где перегибы были, шея, грудь. Чёрные? Не живота. Они чёрные уже? Да, чёрные. Потому что ей плохо дышать было. Всё понятно. Хочешь получить их? Грудная клетка большая, верно. Хочешь, да? Значит, тогда снимешь всё и доложи мне на месте, что ты всё снял. Ты закончил. Кошки снимает. Готово. Разрешаю тебе снять все лярвы, ничего не забывай. Всё полностью, всё, что ты назвал, снимай. У неё камень груст на груди. Снимай его. Пердечная чакра. От него ей плохо дышит. Готово. Я даю команду Джину собрать всю свою пыль, все свои подключки, всё, что она оставила в этом биополе. Выходить ему не надо. Джин, втягивай эту пыль. Я просто засмотрелась на беса. Он эту лярву, как облизывает свои, не знаю, руки, что у него там. Как будто это мёд. Ну, для него это мёд действительно и есть. Так и есть. Самый большой деликатес. Он каждую энергию чувствует. У него вкусовое такое качество. А другие прячут куда-то сбоку. У него что-то там есть. Сумочка. Ага, понятно. С сумочкой пришёл. Итак, Джин всё собрал, Вера? Да. Инкуб, выходи. Снимай всё, что я оставил на ней. Была накидка? Нет, у него не было накидки. Хорошо. Помешали вот эти жгуты, которые её тело перетягивали. И снял. Скэнер, просканируй на чистоте ящера. Есть что-то в биопуре или нет? Нет, чисто. Просканируй на чистоте гуманоида. Что-то осталось невытащенным. Чисто. Иду и команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Итак, Джин у нас находится в доме. Бес у нас находится в доме. Бес ты один там или там есть демон? Демон есть. Хорошо. Я намерен сегодня собирать весь негатив там. Поэтому сейчас я отпущу тебя вместе с Джином. Вы соберёте всё, что там оставили. После этого ты мне покажешь все порталы в доме. Я их закрою. После этого я соберу негатив в доме и поделю между тобой и демоном. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Оксаны в дом. Один, два, три. И Бес Джином уходит в этот портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Инкуб, ты больше не придёшь в это биополе. Тебе понятно? Да, я понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки. И на чистоте инкуба он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь? Приветствую тебя ещё раз. Ли, у меня здесь гуманоид 23 года сидел. У меня здесь ящер есть, который ещё сидит в ребёнке. Он мне нужен для работы. Гуманоид не присутствует там. Кого ты заберёшь? Гуманоида заберу. Хорошо. Я уничтожаю тогда всё, что находится в клетке. Вернули 8% души. Уничтожай. Открывая под мантией поясом и колпаком портал в галактическое ядро, всё это уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, ящер, тебе придётся остаться до того момента, когда я сюда подниму ребёнка. Только после этого буду дальше решать. Итак, выходит эмоциональный фантом Оксаны. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию, приемность и агрессию. Всё это низкоабрационное и ежесгенерированное проецируется на её эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Не очень грязный фантом. Он состоит из клубов почти всего, что ты. Кошмар. Перечислил. И там много страха ещё. Оксана, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто уже не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Готово. Сворачиваю энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Да, готово. Хорошо, Оксана. Полчаса назад вы стояли здесь, в манте, и не хотели её снимать. Как вы себя чувствуете сейчас? Я наслаждаюсь. У меня есть меркабы, которой я доверяю, и энергии, в которых мне приятно. Страха нет? Страха нет. Отлично. Получается, что я сильнее. Вы намного сильнее их. Только вам надо заявить... Мне унижает душу. Это и есть ключ к уверенности и силе. Так и есть. Хорошо, благодарю вас. Сейчас у нас мы будем поднимать вашего сына и почистим его. Разберёмся в этой ситуации. Прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию. Да, нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом с данным виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Кирилл выходит из биоробота, становится рядом. Он вышел, и он тоже... У него на руках растяжки, он в разные стороны дёргается, не может... Понятно. ...отрывать их. И ноги тоже как приклеены у него. Хорошо, в биороботе есть что-то невытащенное? Посмотри. Всё проявляется. Верёвки остались что-нибудь? Как накидка есть. Снимаем эту накидку. Сила моего намерения отключается полностью, вместе с сопутствующими датчиками выходит. Берём её в сетку. Это знаешь, как туманность, как затуманенность. Хорошо, берём это тоже с собой. Готово. Защищаем физический биоробот Кирилла защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Одеваем защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Кирилла поднимайся в комнату диагностики. Пошёл подъём. Он кричит, куда вы меня... Отнесёте. Кирилл, всё будет нормально. Мы тебя к маме сейчас отведём. Не бойся. Мы пришли тебе помочь. Избавить тебя от ящера и его подключек, к которым ты подключён. Мы на месте. Мы приветствуем Кирилла. Кирилл видит маму? Да, он спрашивает, где я. Хорошо, и что мама ему отвечает? Не бойся. Хорошо. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистку Кирилла. Даю разрешение. Это накидка, этот туман идёт в клетку тюрьму. И даю команду на счёт три. Так, подожди, что-то мешает нам сканированию, Вера? Руки и ноги у него. Руки распят, а на ногах что-то тяжёлое. Хорошо, скэнер. Просканируй сейчас Кирилла. Снимите все подключки, отключи их полностью, разрежь их. Выведи из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами. И как выйдет с силой моего намерения, отправляя в клетку тюрьму. На голове тоже колпак у него. Снимаем колпак. Отправляется в клетку тюрьму. Готово. Так лучше, Кирилл, тебе? Кто вы? Лучше. Мы? Ну, ты видишь меня? Кто я? Да, я вижу, но я не понимаю, где я. Ты находишься в комнате диагностики. Мы находимся очень высоко, в Астрале, очень далеко даже от нейтральной зоны. Млечного Пути. Здесь мы работаем. Твоя мама заказала чистку себя и чистку тебя. Ты подключен к сущностям, которые пытаются тебя уничтожить. Посылай тебе всякие деструктивные мысли. Мы пришли тебе помочь и снять с тебя все, что тебе мешает развиваться. Теперь тебе понятно? Что от меня нужно? Твое согласие, твое желание избавиться от сущностей. Ну ладно, только я не понимаю, какие сущности. Хорошо, посмотри в клетку, которая стоит рядом с тобой. Видишь? Клетку вижу. А в клетке кто находится, видишь? Я не знаю, кто это. Кто-то большой, попричитый. Вот это ящер. И он сидел в твоем биопуле. И он тебе посылал все эти твои мысли. Теперь тебе понятно? Как это может быть? Как это может быть, Кирилл? Это хороший вопрос. Меня тоже бы это интересовало. Это паразиты. Если ты знаешь, что такое значение слова, паразиты астральные, вот это один из таких. Глисты, что ли? Да хуже, чем глисты. Глистов можно хоть вывести. А этих надо вытаскивать, так как они сами никогда не выходят. Нету такой таблетки, кроме намерения и силы воли человека. А ты пока еще молодой и в таком возрасте, возможно, ты заблудился. Начинаем с реверса энергии. Итак, подожди. Мы все убрали, мы еще не сканировали его, да, Вера? Нет. Ну и команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Кирилла, под ногами, 360 градусов, вокруг него была три. Сканер сканирует все семь тонких тел Кирилла, находит все. А это мне нравится. Это что, настоящий сканер? Настоящий сканер, который дали нам плеяды. У него черт. Черт. Инсектуэт. Инсектуэт. И ящер. И ящер. Хорошо. Да. Даю команду тонкой копии Кирилла. Мама помогает спрессировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселентам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабберационную энергию в его биополе. Каналы выстраиваются также к накидке и колпаку. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился инсектуэт в этом биополе? Он чихает. Где-то от лекарства? Три месяца находился. Не надо нам здесь чихать. Какой у нас черт? Пять. Сколько ты находился в этом биополе? Год подключился как. В квартире присутствуешь? На улице. На улице. Хорошо. И в квартире. И в квартире и на улице. Хорошо. В доме хожу. Порталы там. На улице курей гоняю. И сколько ящер находится в этом биополе? Три года. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Кирилл забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. И сканер дай мне полную душу Кирилла на настоящий момент. Девяносто девять. Хорошо. Ждем окончания реверса. Слушай, а ему ящер пытается что-то донести из этой клетки. А он как заговор какой-то читает. Хорошо, Влад. Дай ему спиралью в горло на счет три. Один, два, три. Удар. Я тебе сейчас такие магические заклинания здесь почитаю. Паразит. Какой-то язык применял. Удар был, Вера? Да, у него спираль там в горле. Ну, пусть попробует сейчас что-нибудь пошептать. Нет, он замер. Вообще обнаглел уже. Ему выжгла спираль часть. Очень хорошо. Реверс закончился. Итак, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инсектоид. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Есть инкубатор или что-нибудь в биополе? Нет, пока нет. Есть жидкость. Вытаскивай жидкость и все остальное на своей чистоте. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Черт, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад. Руки, ноги, нитки у него. Хорошо, сканер, дай мне полноту души Кирилла на настоящий момент. Сто процентов. Отлично. Сканер, просканируй. Кирилла на чистоте ящера. Если что-то осталось незамеченным, выдавливай, вытаскивай это все, отключай. Приступай. Там есть у него что-то навязчивое в голове и горле, как диски. Выдавливается эти два диска, сканер их выведет сейчас. Они с подключиками вышли. Отлично, отправляю их в клетку-тюрьму, к этой накидке и колпаку. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Кирилла с ящером, его артефактами, чертом и инсектоидом. Один, два, три, пошла рассинхронизация до ста процентов, заканчивается автоматически. Эти диски они делали так, чтобы он никого не слышал и не слушал, кроме ящера. Готово. Черт, я тебя сейчас отправляю в квартиру, в дом. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте, одеялки, сеточки, комочки. После этого ты мне покажешь все порталы в доме. Ты один там находишься или демон есть? Бес там есть. Там есть демон и там есть бес. Хорошо. Если ты хочешь. Всем хватает места. Всем хватает места. Кто живет в доме из них? Бес. Бес. Хорошо. Значит, бес и черт. Значит, я могу собрать весь негатив в этом доме и дать вам дорогу, поделив пополам, устраивает. Да. Хорошо. Открывается портал в дом Кирилла. Черт уходит в этот портал, дождается нас. Собирает все. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Инсектоид больше не приходит в это биополе никогда, не под таким предлогом. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Вытаскивай спираль из ящера. Один, два, три. Спираль выходит, зависает. Есть. Открывай воронку в галактическое ядро, под ней она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь ящер, который сидел в ребенке три года. Я помню его. Помнишь, пожалуйста. Вы все забрали, все вытащили, вернули какой-то один процент души. Накидка, колпак. Уничтожайся, ящера забираем. Благодарю. Под накидкой, колпаком открывается воронка в галактическое ядро. И вместе с чипами это все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Шептать он будет здесь в комнате диагностики у нас. Шептун. Готово. Давай пройдем по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое селе было, проявляется. Еще фантом ящера выйдет. Но он не фантом, он вот затуманенность, что была. Вышла. У него, да, она, эта затуманенность еще раз здесь проявляется. Он, это магия, это космическая магия, которую он применял. Таким образом он вошел в ее биополе. Хорошо, открывай воронку в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим на чистоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе, здоровью, физическому, энергетическому. И эти эгрегоры выходят активно и подсвечиваются. Привязаны за запястье к эгрегору. Считай информацию. Что это за эгрегор, Вера? И Никит. Мы можем получить больше информации по этой теме. Ставим монитор в нашей комнате диагностики. И пошла эта информация об этой организации. Нет, конкретно должен спросить, что ты хочешь знать. Как был произведен подключка? Как она произошла? Затуманенность. Заходит в голову, в уши. Это что? На каком уровне она находится, эта энергия? Это магия? Это внушение? Это... Как мне представить это себе? Эту затуманенность? Определенная энергия, похожая на туман, но включая в себя энергию эгрегора, работающего на самоуничтожение в качестве, в виде игры. Эгрегор на самоуничтожение. А кто же этот эгрегор интересно придумал? Можем получить... Эгрегор на самоуничтожение в качестве ящера? Эгрегор на самоуничтожение в качестве ящера? Эгрегор на самоуничтожение в качестве ящера выходит на переработку. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Как ты себя чувствуешь, Кирилл, после чистки? Не знаю, пока вижу вокруг себя энергии. Еще мне нравится здесь находиться у вас. Круто. Ты хочешь оставаться таким чистым всегда? Ну да, приятно. Ну вот. Мы тебя отключили от всего того, что тебя тянуло назад и давало тебе эти дурные мысли, с которыми ты не знал, что начать. Сейчас этого всего нет. Найди себе хобби. Радуйся жизни. Найди себе что-то приятное для своего развития. Читай книги. Развивайся. Но уйди из этой группы. Ты сейчас с ней не связан. Ты полностью отключен от этого эгрегора. Ты должен изменить свое сознание. Ты должен в конце концов, тебе уже, ты не маленький ребенок, ты должен понимать, что это опасно. Это опасно в первую очередь для твоей души, которую ты еще не знаешь толком. Ты можешь все уничтожить на ходу, зачеркнуть все свое будущее и в дальнейших жизнях нормальное существование и жизнь. Ты понимаешь эту ответственность, которая на твои плечи сейчас ложится? Мне пока просто хорошо. Оставайся в этом состоянии и не лезь туда, куда тебе не надо лезть. Это я имел в виду эту организацию, которую ты там постоянно где-то смотришь и эти мысли тебе посылает. Ты от нее свободен, ты отключен. Не подключайся больше к ней. Это я тебе хотел сказать. Хорошо. Оксана, мы закончили чистку вашего ребенка. Все остальное, все, что я говорил, вы должны ему сами разъяснить. Сейчас мы будем возвращать Кирилла, после этого вернем вас в биополе, после этого перейдем сразу к чистке вашего дома.